Мир Джуманджи опасен и сулит на прибывшем лишь быструю смерть от жадных до крови тварей, обитающих в нем. И чудовищами здесь могут выступать непривычные нам зубастые твари с острыми когтями или хищными растениями с ядовитыми побегами. Речь пойдет о главном антагонисте фильма, мультсериале и классической картине, известном как Ван Пелт. Он самый кровожадный обитатель мира Джуманджи. Активно охотится в основном на крупную и мелкую дичь и любит развешивать пойманные трофеи у себя на стене. И в отличие от всех прочих напастей, выпадающих игрокам, охотник Ван Пелт, демонстративно ненавидя слабость, с азартом, не оставляя никому шанса, продолжает преследовать назначенную им, попавшую в игру, новую жертву до самого конца. И довольно в этом преуспевает. Владеет личной коллекцией из чучел посетителей Джуманджи. Имеет архетип хладнокровного психопата, всегда спокоен, жесток и никого не боится, кроме таинственного хранителя игры, обитающего где-то на нижних уровнях Джуманджи, которого боятся все. Также Ван Пелт чертовски изобретателен и, ведя уединенный образ жизни в силу присущих ему характерных черт, привязан только к своей коллекции трофеев. Он охотник, который охотится на все, будь то человек или животное, утверждая, что таков закон Джуманджи, а значит и правила игры. В его мечтах он хотел бы всех перестрелять и завесить добытыми головами обитающих в Джуманджи людей и зверей стену своего охотничьего дома. В том числе и своего конкурента, другого охотника Людвига фон Рихтера, который считает Ван Пелта себе неровней и стремится это доказать, соревнуясь с тем в охоте. Ван Пелт же главной своей целью считал Алана и просто спит и видит, как бы его подстрелить, несмотря на то, что последнему даже приходилось как-то раз спасти жизнь своего преследователя. Любимая фраза, обращенная к Алану – «Бласт! Когда-нибудь я тебя достану». В действительности же, Ван Пелт только сам то и дело получал от Алана неоднократные серьезные ранения, что однако все равно не мешает впоследствии оставаться ему вполне целым и невредимым. Ван Пелт, очевидно прекрасно разбираясь в оружии, в джунглях промышляет старинным длинноствольным ружьем. И лишь попав в наш мир, в оригинальной картине дает себе разгуляться, не устояв перед изяществом и мощью современного оружия, тем более, когда дело касалось охоты на его главную добычу. Имеет типичную ирландскую приставку Ван и одет в полный комплект военного омундирования. Попал ли он в игру случайно, как другие игроки, и застрял в ней, отчего стал сумасшедшим, лишенным практически всяких эмоций убийцы или был в ней изначально – неизвестно. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Так или иначе, он исповедует принципы преследовать или быть добычей – убей или тебе крышка. В новой картине решил заняться исследованиями. Может быть, это связано с оригиналом, когда Ван Пелт увидел другой мир вне мира джунглей и возможность добыть в нем побольше новых трофеев. К тому же, он не может смириться с мыслью, что, возможно, упустил Алана навсегда. Ван Пелт не может умереть. В Джумандже всегда будет Ван Пелт. В одном из эпизодов мультсериала был сброшен Питером в бездонную яму, но вернулся. А Питера за дерзкую игру по отношению к охотнику Джумандже начала превращать в его подобие. Что говорит о Ван Пелте, что, несмотря на свое происхождение, он является неотъемлемой частью мира Джуманджи и не может из него исчезнуть.